Здравствуйте! Это новости Дагестана, в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема. Заложники непогоды. Из-за проливных дождей туристы застряли в Сулакском каньоне. Люксовый отель «Сити Аман» появится в Дербенте. Для этого в Дагестан приехал владелец гостиничного бренда Владислав Доронин. Кубок мира по смешанным боевым искусствам. 35 медалей высшие пробы завоевали дагестанцы в Краснодарском крае. Сильные проливные дожди с градом, прошедшие недавно, повредили дороги в горных районах республики. Образовались грязевые реки, повреждены несколько участков дорог республиканского значения. Дорожные службы ведут расчистку трасс. А в Сулакском каньоне стихия заблокировала группу туристов из Астраханской области. Их пришлось эвакуировать прямо по воде на катерах. На кадрах, заснятых местными жителями, видно, как мощные потоки воды и камней уносили даже многотонные грузовые машины. Снос и демонтаж незаконных строений проходит во дворе многоквартирного дома номер 30 по проспекту Кушинского. Так, в Махачкале продолжаются мероприятия по реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды. В этом году будет создано 7 новых общественных пространств. Облик 25 дворовых территорий преобразится. Аналогичная работа по благоустройству проводится во всех дворах столицы. Люксовый гостиничный бренд в Дербенте. Накануне город посетил владелец сети люксовых отелей Владислав Доронин. Он ознакомился с территорией под будущую гостиницу. По его словам, это будет высококлассный отель, который сможет принимать гостей на высшем мировом уровне. В люксовую сеть «Аман» входят более 30 отелей в 20 странах мира. Под руководством Доронина компания присоединила несколько отелей в Токио, Китае, Доминиканской Республике, Японии и Индонезии. Скоро к этому списку присоединится и Дербент. Накануне в Республике прошли акции в честь Всемирного дня донора крови. Цель этого дня – рассказать людям о большой потребности в безопасной крови и ее компонентах. Республиканская станция переливания крови организовала пункты сдачи донорской крови по всей Республике. Акции проходят в Дербенте, Буйнакске и Хасаверте, а также в Махачкале. От желающих участвовать в акции не было отбоя. Среди доноров были люди разных возрастных групп, а после процедуры всем раздали сладости и воду. Очень много людей, желающих стад кров, поделиться своей кровью. Хочу в первую очередь поблагодарить доноров и неравнодушных тагистанцев, которые приходят кровь сдавать. Хочу поблагодарить молодежный парламент, депутатов, народные собрания, которые организовали эту акцию. И благодаря этой акции Республика будет обеспечена кровью и компонентами. В Дагестан поступило почти 12 тысяч доз вакцин «Спутник Ви». На сегодняшний день более 100 тысяч человек иммунизировано от COVID-19. Все желающие привиться могут прийти в пункты вакцинации, в поликлиниках по месту жительства, а также в мобильные пункты. Как сообщает Министерство здравоохранения, увеличилось число госпитализированных пациентов и с вне больничной пневмонией. На данный момент в стационарах Республики находятся более полутора тысяч больных. Ушел из жизни крупный дагестанский ученый, доктор технических наук, профессор Тагир Исмаилов. Он был заслуженным деятелем науки Российской Федерации. Более 15 лет руководил главным техническим вузом Республики. Под его началом политех стал крупным образовательным, научным и культурным центром Юга России. С 2018 года Исмаилов – почетный президент университета. Дагестанская общественность скорбит по Тагиру Абдурашидовичу и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного. 35 медалей высшей пробы выиграли дагестанцы на открытом Кубке мира по смешанным боевым искусствам «Ориентал». Турнир проходил в Туапсе Краснодарского края. Около 500 спортсменов из 14 регионов России и стран ближнего зарубежья боролись за звание лучшего в пяти дисциплинах. В общей сложности команда из Дагестана выиграла около 60 медалей разного достоинства. В командном зачете наша сборная под руководством Бодави Гасанова стала первой, обойдя по количеству наград спортсменов из Белгородской области и Республики Удмуртия. К соревнованиям спортсменов готовили тренеры Алим Рашидов, Рустам Кухмазов, Эйнар Экберов, Абдулла Абдулаев, Хазбулат Магомедов, Рустам Меджидов и Руслан Абдулаев. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин